На секунду, рад вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном мобильному приложению 1SBITREX. Меня зовут Сергей Кулешов, и сегодня мне будет помогать Иван Шум с компанией SoftBalance. Мы сегодня на двоих для вас этот вебинарчик прочитаем. Прежде чем начать, парочку организационных вопросов нам с вами нужно решить, чтобы убедиться, что у нас все с вами хорошо. У меня есть такой замечательный слайд, который показывает для тех, у кого нет звука, что с этим можно сделать. Ну а для тех, у кого есть звук, напоминаю, что у нас есть закладочка Questions, в которой вы можете задавать свои вопросы. И прямо сейчас я прошу вас в эту закладочку написать мне плюсик или минусик или какую-то проблему, которая происходит в трансляции. Если все хорошо, пишите плюс. Я таким образом буду знать, что, по крайней мере, у большинства слушателей все в порядке с трансляцией. Также напомню, что видеозапись вебинара мы традиционно ведем. Она уже началась, и, соответственно, она будет выложена в YouTube на канале 1SBITREX буквально к концу дня. Я надеюсь, что успеем ее сконвертировать и загрузить туда. Так. О, тут сразу мне задают вопрос, можно ли поставить паузу в вебинаре. Нет, паузу поставить нельзя, но я живой человек, и мне нельзя поставить на паузу. Но вы можете потом посмотреть запись с любого места, удобного вам, в общем, с любой скоростью, удобной вам, с помощью замечательного сервиса YouTube. Так. С этого момента, пожалуй, я специально попросил Ивана, чтобы он сделал небольшое вступление к сегодняшнему вебинару. Он немножко расскажет о проблематике, скажем так, поскольку является, в общем-то, экспертом в области мобильных приложений и разработки. Их компания довольно активно занимается разработкой подобных приложений для бизнеса своих клиентов. Поэтому ему, я уверен, есть о чем рассказать. Так. Иван, я тебе включил сейчас... Включил сейчас звук и переключаю экранчик на твою презентацию. Секунду. Всем привет. Всем привет. Меня зовут Иван. Да. Мой экран видно, да? Пока нет. Пока не видно. О, теперь видно. Теперь видно. Отлично. Да, у меня такой небольшой вступительный доклад будет про то, каким образом же мы можем наше мобильное приложение реализовывать и вообще зачем-то все нужно. Несколько общих слов. Ну, понятно, что количество мобильных устройств с каждым днем становится все больше и больше. Сейчас, на данный момент, уже у каждого из нас по несколько различных устройств, через которые мы можем зайти в интернет. К 2017 году, по прогнозам, достигнет эта цифра 10 миллиардов устройств у населения Земли. Это, на самом деле, очень большая цифра. Понятно, что не во всех странах люди могут себе позволить мобильное устройство, но в развитых странах это все будет развиваться и достигнет того, что у каждого человека будет мобильное устройство и даже по несколько штук. Индия первой добилась того, что мобильный трафик превысил десктопные, потом подтянулась США и вот Россия уже совсем скоро также достигнет этой цифры. Уже сейчас 46% пользователей интернета используют свой мобильный телефон для того, чтобы заходить и просматривать веб-сайты. Это очень большая цифра. Сознательных граждан, в сознательном возрасте наших с вами клиентов заходят и просматривают наши сайты через мобильное устройство. 10-15 лет назад все спрашивали, нужен ли сайт. Сейчас та же самая картина с мобильным трафиком. И вот почему. Все потому, что мы боремся за своих клиентов. Мы боремся за то, чтобы люди, которые приходят к нам на сайт, особенно если это интернет-магазин, если это сайт продуктовый, сайт какой-либо услуги, мы боремся за тех клиентов, которые заходят к нам и мы хотим, чтобы они дошли все-таки до заказа услуги, до покупки товара. А периодически возникает такая ситуация, что они с наших сайтов уходят. Это для нас всегда неприятно, потому что затраты достаточно велики на привлечение, а потерять клиента оказывается очень даже просто. И факторов, влияющих на отказы, на то, что люди уходят с наших сайтов, на самом деле огромное количество. Понятно, что это и скорость загрузки, и дизайн, и контент может быть у нас в какой-то мере некачественным. Ну и одна из, конечно, важных проблем – это проблема с отображением, с версткой. И есть такая цифра, что в России 90% интернет-магазинов сталкиваются с тем, что пользователи уходят, не добравшись до оформления заказа, именно из-за того, что им сделать это просто неудобно с мобильного устройства. Представьте, к вам в интернет-магазин зашел посетитель, благополучно открылся сайт, зашел посетитель с мобильного телефона, но по каким-то причинам он не может найти необходимый товар, не может оформить заказ. Очень часто происходит такое, что если владелец сайта не задумывался над отображением сайта на мобильном устройстве, то сайт просто не юзабелен в принципе. Там какой-нибудь огромный баннер выскакивает, Callback Hunter, есть такой сервис, который тоже может на мобильном устройстве выскочить, закрыть вам экран, либо там какая-нибудь звонилка, еще что-нибудь. И фактически иногда даже нельзя добавить товар в корзину, сталкивался не раз, когда при всех своих навыках пользования интернет-ресурсами я не могу даже элементарно добавить с мобильного телефона товар в корзину. Ну и конечно нельзя забывать о том, что скорость работы сайта с мобильного устройства также важна. И мы сталкиваемся с вопросом, а что же делать дальше? Какой способ выбрать? Что делать с тем трафиком, который мы теряем? Естественно мы хотим его сохранить. Есть фактически два самых современных способа для того, чтобы клиентов удержать на нашем сайте. Первый способ, конечно же, это мобильное приложение. Мобильное приложение бывает двух типов, нативное и гибридное, о них немножко позже, чем они различаются. Но если вкратце, то нативное приложение это то, которое написано на языке мобильного телефона непосредственно под мобильную платформу. Это у нас iOS, Android, Microsoft, соответственно для Windows Phone, ну и BlackBerry, там более экзотичные платформы какие-то. Гибридное приложение работает немножко по-другому. Есть оболочка, в которой запускается контент, подтягивается контент с сервера удаленного, то бишь с вашего сайта, можно сказать, подтягивается какая-то информация и отображается клиенту. С гибридными разработка немножко проще, нежели с нативными, потому что нет необходимости под каждую платформу отдельное приложение писать. Но, как я уже сказал, об этом немножко позже. Второй вариант борьбы с утечкой клиентов – это адаптивный дизайн. Что это такое, многие из вас уже знают, но если вкратце, то это такой дизайн, который автоматически подстраивается под устройство пользователя, зашедшего на ваш сайт. Раньше было понятие, которое называлось как резиновая верстка, когда в зависимости от разрешения экрана у нас менялась ширина фактически отображаемой области нашего сайта и ширина всех блоков также менялась вместе с версткой. Это называлось резиновая верстка. Она была популярна, потому что разрешение экранов различное, естественно, на различных устройствах десктопных. Но сейчас у нас такая картина, что помимо десктопов, как известно, заходят с мобильных устройств, у которых совершенно разные уже разрешения экранов, и вертикальное, и горизонтальное отображение. Даже на одном и том же устройстве можно посмотреть сайт по-разному, с разной шириной экрана. В этих условиях есть необходимость адаптировать контент, отображаемый на сайте. То есть показывать его не просто в измененных пропорциях, а, например, для мобильных устройств отключать какие-то баннеры, отключать какие-то лишние дополнительные вспомогательные блоки, которые на десктопе никак не мешают, но на мобильном устройстве будут мешать. Ну и нельзя сказать еще про третью версию, про третий вариант, да, это мобильная версия сайта. С тех пор, как появился GPRS интернет, все стали, у кого была такая возможность заходить с мобильных устройств на сайт, и появились мобильные версии сайта. Но с мобильными версиями, почему у меня зачеркнут этот момент, все немножко сложнее по сопровождению, нежели с адаптивом. Потому что фактически есть необходимость ввести параллельно вторую версию вашего дизайна, вашего сайта, который будет открываться на мобильных устройствах. Два дизайна параллельно ввести не очень удобно. То есть вам ставится задача, например, поменять какой-то контент, поменять отображение этого контента, и вам нужно менять его и в одном, и в другом дизайне. Универсального ответа, что же лучше, конечно, нету, но, к счастью, есть возможность варианты сравнить между собой, чем же они все-таки отличаются. Я такую табличку нарисовал, различия между адаптивным дизайном и мобильными приложениями. Ну и давайте по порядку пройдемся сверху вниз, чем же они между собой отличаются. По совместимости, что нужно сказать, адаптивный дизайн совершенно не, отображение адаптивного дизайна не зависит от модели телефона. От модели мобильного устройства в принципе, то есть он должен корректно отображаться и на мобильных телефонах, и на планшетах, и на десктопах, и на какой-нибудь плазменной панели в торговом центре. Везде контент должен построиться таким образом, чтобы комфортно было пользователям по вашему сайту ходить. С мобильным же приложением немножко другая история. Требуется разработка под каждую платформу отдельно. Как я уже сказал, таких платформ несколько, и языки разработки нативных мобильных приложений различны. Классическое мобильное приложение нативное разрабатывается под каждую платформу отдельно. В случае с гибридным мобильным приложением разрабатывается уже одно приложение, просто оно компилируется под разные платформы. По простоте использования. Адаптивный дизайн не нужно скачивать, не нужно устанавливать на ваше мобильное устройство. То есть вы точно так же при помощи браузера открываете сайт, и сайт открывается корректно. Это очень удобно, быстро и для большинства пользователей более приемлемо, нежели установка какого-то приложения для того, чтобы воспользоваться в комфортных условиях сайта. С мобильным же приложением история немножко другая, его нужно скачать, установить. Есть свои минусы, но есть, конечно же, свои плюсы. Доступность к функциям телефона. У адаптивного дизайна такая доступность серьезно ограничена. Потому что мы можем фактически пользоваться только теми функциями мобильного телефона, которые предоставляет нам HTML-разметка. Ну и HTML-пятые. Соответственно, позвонить, сразу открыть форму написания письма это мы можем, но подтянуть, например, все контакты из записной книжки мы уже не сможем. Зато мы сможем это сделать с мобильным приложением, потому что, когда разрабатывается мобильное приложение, у него есть фактически полный доступ к ресурсам вашего телефона. Вы, когда устанавливаете, наверняка, обращали внимание, что открывается такое окошко, в котором показано, каким функциям приложение будет иметь доступ, если вы его установите. И вы даете разрешение, что да, я согласен. Там, как правило, достаточно большой перечень тех функций, которые мобильное приложение будет использовать. По оффлайн-использованию, по оффлайн-режимам, конечно же, адаптивный дизайн, адаптивный сайт в оффлайне не откроешь, потому что это тот же самый сайт, и он загружается с удаленного сервера. Без интернета никак мы к нему не обратимся. С мобильным приложением все намного лучше в этом плане. Оно может пользоваться, может иметь свою базу данных, может скачивать информацию также с вашего сайта и отображать даже ее в оффлайне. По функциональности, опять же, мобильное приложение, оно работает именно на вашем телефоне и никак не завязано на интернет. Точнее, не совсем правильно, оно завязано на интернет только в том случае, когда есть необходимость обмениваться какими-то данными с сервером, так будет правильней. А так, мобильное приложение в любой момент открыли, совершили необходимые действия, интернет появился, данными с сервером мобильное приложение обменялось. При регулярном использовании адаптивный дизайн, конечно, удобен, к нему можно привыкнуть, но с мобильным приложением намного приятнее работать, потому что мы всегда можем вынести ярлычок себе на рабочий стол устройства, у нас всегда под рукой мобильное приложение, в любой момент мы его открыли. Ну и как принято говорить, что если для вашего интернет-магазина разработано мобильное приложение и его пользователь себе установил, то фактически вы имеете доступ к карману этого пользователя, но в хорошем смысле этого слова, то есть вы всегда на связи, вы можете отправлять пуш-уведомления, вы можете отправлять какую-то информацию, получать информацию от клиента, и клиент всегда в любой момент сможет ваше приложение открыть, сделать заказ и так далее. По персонализации адаптивный дизайн адаптируется, как я уже сказал, под устройство, под пользователя, конечно, он заточен в среднем, скажем, в среднем по рынку, по аудитории, зависит во многом от тех дизайнеров, которые разрабатывают адаптивный дизайн, то есть фактически тот же самый сайт адаптированный. А вот с мобильным приложением все лучше, оно встраивается в ваше устройство, адаптируется под дизайн устройства, используются нативные элементы, элементы управления именно вашего телефона. И является неотъемлемой его частью уже для пользователя более привычным, может быть. По обновлениям с адаптивом все элементарно, вы обновили адаптивный дизайн у себя на сайте, он обновился во всех пользователей, как только они зашли. Но фактически, потому что на мобильных устройствах адаптив не хранится, адаптив открывается в момент открытия сайта. С мобильным приложением все немножко сложнее. Для того, чтобы обновить приложение, его нужно обновить для каждой платформы, перевыпустить, ну и соответственно каждый пользователь должен его уже себе на устройстве самостоятельно обновить, скачать обновление. Вот такая табличка у нас получилась и давайте уже посмотрим примеры, как же это все выглядит. Я покажу примеры, наверное, сразу на экране, на сайтах. Первый сайт, который я хотел бы показать, это информационный сайт, сайт фактически про услуги. sbvneder.ru Выглядит следующим образом. На десктопе. Это адаптивный дизайн и если мы уменьшим экран, то в процессе уменьшения разрешения экрана ширины у нас сайт будет автоматически подстраиваться под нашего пользователя. Первый шаг, как вы видите, уменьшились значки. Следующий шаг, значки увеличились наоборот, потому что уже подразумевается, что это вертикальная демонстрация на том же самом планшете. Меню у нас спряталось в свернутый такой значок и если мы просматриваем совсем уже на мобильном устройстве, то лишние картинки пообирались, весь контент выстроился в такую большую простыню, в которую удобно просматривать. Шрифты читаемые, по размерам достаточные для того, чтобы их просмотреть и удобно читать на мобильном устройстве. Можно даже с толстыми пальцами попасть по пунктам меню, перейти куда необходимо. Следующий сайт, который я хотел показать, это интернет-магазин. Здесь история уже немножко другая. В интернет-магазине у нас функциональность значительно выше, блоков значительно больше. И я еще специально для примера выбрал интернет-магазин запчастей, который, как вы догадываетесь, как правило переполнен различной функциональностью, фильтрами, блоками, сложным меню и так далее. Разрабатывая этот интернет-магазин, была идея сделать мобильное приложение, но по тем или иным причинам от этого отказались и решили сделать именно адаптивный дизайн. Как работает в данном случае адаптив? Опять же уменьшаем разрешение экрана и видим, что вот, например, есть, кстати, блок товаров сравнений. Как вы видите, при определенном разрешении экрана он может начать закрывать, например, нам часть контента. Вот он уже слайдер начинает закрывать и мы доходим до такой границы, когда дальнейшее уменьшение уже будет достаточно критично. Открыли на планшете, лишние элементы убрались, меню спряталось, фильтрация, которая была в левом меню, появилась в отдельном блоке. Меню выезжает слева, удобно для пользователя, все привыкли к этому. Разворачивающиеся пункты меню, можем переходить глубже, открывается каталог, опять же, все элементы отображаются удобно. Уменьшаем еще больше разрешения, уже фактически на мобильном телефоне просматриваем, опять же, все читается, все удобно. Стоит отметить еще то, как выглядит корзина, покажу задом наперед. Вот, сначала открываем на мобильном устройстве, все понятно, товар можно изменить количество, его удалить из корзины, оформить заказ, посмотреть контекстное меню. При увеличении появляются, во-первых, появляются картинки дополнительной характеристики, дополнительные кнопки, то, что в принципе на телефоне не нужно и только будет захламлять отображение. И дальше появляется меню, ну и так далее. В общем, с адаптивным дизайном все понятно. Это та самая технология, которая позволяет ваш сайт адаптировать фактически под всех пользователей. Вот у меня несколько скариншотов. Когда же нужно использовать мобильное приложение? Мобильное приложение нужно использовать тогда, когда есть необходимость доступа к функциям, телефон, оффлайн режим, ну и так далее. Например, мы разрабатывали такое приложение, как мобильный официант. Это приложение для официантов в кафе. Фактически у каждого официанта в кафе есть мобильный телефон. И на этих телефонах установлено специальное приложение, трактир мобильный официант, которое интегрировано и постоянно на связи с трактир программой, используемой в кафе. И официанты ходят уже не с блокнотами, а с мобильными телефонами. Принимают все заказы на мобильные телефоны. Приложение разработано под несколько платформ, iOS и Android. И вычислим, что за время использования приложения примерно на 30% сократилось количество шагов, которые совершают официанты. Им не нужно бегать, передавать заказы на кухню. Они оформили заказ в мобильном приложении. И этот заказ сразу попал уже в трактир BackOffice. Сейчас все видят на кухне, что им необходимо готовить. Следующий пример приложения, именно мобильного приложения, это приложение для мастеров «Муж на час». Приложение, в котором могут пользоваться мастера одного из наших клиентов. Было разработано интерфейс, десктопный интерфейс для работы диспетчера, который принимает заказы. И мобильное приложение для самих мастеров. Суть приложения в том, что мастер начинает свой рабочий день, он видит все свои заявки, куда ему ехать, что ему нужно делать. Он может менять статусы той или иной заявки, передать приложение по завершению работы клиенту, для того, чтобы тот написал лозов о его работе. И фактически мастерам нет необходимости заезжать в офис, получать какие-то наряды, кипой бумаг и каким-то планированием ездить по клиентам. Вся работа производится через мобильное приложение. Это очень удобно и существенно сокращает затраты временные мастеров. Конечно, нельзя не отметить приложение от компании 1S Bittrex. Приложение для администратора интернет-магазина. Незаменимое, на мой взгляд, приложение, потому что мы хотим знать, какие у нас заказы оформляются в нашем магазине. Можем поставить на платформу 1S Bittrex управление сайтом, если у нас магазин, поставить еще дополнительное мобильное приложение для администратора и получать пуш-уведомления, редактировать, управлять фактически заказом своего мобильного телефона в удобном адаптированном для нас интерфейсе. И приложение Bittrex 24 для облачного и коробочного сервиса, фактически корпоративного портала, полностью таск-менеджмент, управление CRM-системой, звонки из приложения, ну и все остальное, чем мы привыкли пользоваться уже в сервисе Bittrex 24. Все это у нас есть всегда под рукой в нашем телефоне, в кармане. В любой момент мы можем поехать к клиенту и прямо, находясь у клиента, выписать ему счет. Очень эффектно это всегда выглядит. Таким образом, какие можно сделать выводы? Адаптивный дизайн не требует затрат на установку, его очень легко обновлять и работает на всех платформах. Ну то есть это такой вариант, который достаточно бюджетен и необходим уже как минимум, необходимый минимум для наших с вами клиентов, наших с вами посетителей интернет-магазина. Все много говорят о том, что Google уже в поиске ранжирует сайты в зависимости от того, как они отображаются на мобильных устройствах. Не зря он это делает. Плюс-минус я уже отметил. Мобильное приложение дает возможность оффлайн режима работы, быстрого доступа, пуш-уведомления. Есть возможность отправлять на мобильные устройства наших с вами клиентов. Мобильные приложения, конечно же, быстрее работают, нежели адаптивный дизайн. Ну и имеют доступ к функциям телефона и личным данным ваших клиентов. Это если вкратце так подвести итоги, но никто, конечно же, нам не мешает воспользоваться и той, и другой технологией, сделать себе интернет-магазин адаптивным и дополнительно еще к нему мобильное приложение выпустить. Ну вот что же нужно для того, чтобы выпустить мобильное приложение. Сейчас как раз-таки Сергей и расскажет. Я передаю ему слово. Ну, наверное, на вопросы уже потом отвечать будем в конце. Да, Сергей? Знаешь, я бы хотел, чтобы… Тут есть несколько вопросов, вернее, скорее даже комментариев. Они касаются как раз твоего, наверное, доклада и имеет смысл, наверное, на них, скажем так, прокомментировать. Я сейчас их разоварю. Так, значит, вот Антон пишет, что мобильное приложение нужно в двух случаях. Если у вас уже крупный магазин с огромной базой клиентов, или если специфика вашей деятельности связана с повторными покупками. Например, доставка пиццы, в других случаях адаптивный дизайн будет самым лучшим решением. Ну вот Антон также предполагает, что большинство, кто присутствует на вебинаре, в общем-то, им требуется адаптивный дизайн. Я, наверное, готов с этим поспорить. Во-первых, не знаем всех, но об этом сейчас мы поспрашиваем. А во-вторых, Иван, ну прокомментируй как-то. Да, ну на самом деле комментарий такой, что при регулярных покупках в интернет-магазине адаптив, конечно, удобен, но удобнее будет, если у вашего клиента будет установлено мобильное приложение. При регулярных покупках. Если вы не нацелены на удержание клиента, и у вас нету пула постоянных покупателей, то, наверное, да, тут можно сказать о том, что адаптива хватит, то есть у вас разовые покупки совершаются, клиент пришел-ушел, и ему удобнее, ну ему нет смысла просто ставить ваше мобильное приложение, да. Если же клиент постоянный, у него там накопились определенные скидки, бонусы, он в принципе не пользуется другими магазинами, его все в вашем устраивает, то тут мобильное приложение, конечно, победит. Это такая моя мысль. Да, ну и тут еще есть такой комментарий на тему того, что при принятии решения о создании мобильного приложения, ну, в общем, не означает, что нужно отказаться от адаптива. Безусловно, это две разных технологии, они решают разные задачи, и если вы делаете мобильное приложение, не значит, что вам не нужно делать адаптив, и наоборот, если вы сделали адаптив, это вовсе не означает, что вам не нужно делать мобильное приложение, потому что у них есть разные нюансы, об этом, в общем, Иван довольно подробно рассказал. Я сейчас еще буду показывать некоторые технологические моменты и разные примеры, наверное, из этого будет понятно. Но вот есть вопрос чуть более интересный. Как заставить посетителя установить приложение? Если посетитель впервые на сайте, он маловероятно установит приложение. Иван, раз-раз. Так, похоже, у нас у Ивана что-то случилось со звуком, потому что я его не слышу. Ну, ладно, я попробую прокомментировать тогда этот момент сам. Если у Ивана вдруг включится звук, мы об этом узнаем. По поводу заставить пустителя установить. На самом деле, прям заставить очень проблематично. Есть, безусловно, работающие сценарии, которые используются большинством магазинов, ну, таких солидных магазинов, заботящихся о своих посетителях. При заходе на сайт с мобильного устройства, то есть, если, ну, в общем, определить это несложно, если сайт понял, что на него пришли с мобильного браузера, даже понятно, с какого именно устройства пришел человек, ему, естественно, тут же выскакивает маленький баннер с предложением установить мобильное приложение, пообещав в этом баннере или в этом сообщении какую-то пользу, которую получит человек, установив мобильное приложение, и если он продолжит пользоваться сайтом и, соответственно, сервисом компании через мобильное приложение. Самое важное, пожалуй, здесь, ну, не заставить пустителя установить, да, а предложить ему нечто, что для него будет действительной пользой. В случае с мобильным приложением для интернет-магазина это могут быть какие-то другие условия, то есть это может, ну, то есть, понятно, что вы, если установили, если пользователь установил мобильное приложение вашего интернет-магазина, велика вероятность, что он станет вашим постоянным покупателем. Для постоянных покупателей, в общем-то, могут быть какие-то особенные условия, там, скидки на доставку или большая скорость обработки заказов, или еще что-то, какие-то дополнительные бонусы, которые они получат и так далее. То есть тут нужно хорошенько подумать о том, какие могут быть преимущества использования мобильного приложения для ваших клиентов. Возможно, какие-то быстрые заказы, возможно, какой-то более простой поиск или там быстрый доступ к регулярным заказам и так далее. Здесь может быть много различных вариантов. Ну, что же, так, я, пожалуй, пока вопросики отложу. Я переключусь сейчас на свой экранчик и мы с вами продолжим. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Возвращаясь к основной теме, спасибо большое Ивану за такое вступление. Я надеюсь, что у нас получился некий диалог уже в самом начале, и это прекрасно. И для того, чтобы продолжить этот диалог и некий интерактив с вашей стороны, я хотел бы спросить у вас такую вещь. Из какой сферы бизнеса вы к нам пришли? То есть чем вы сейчас занимаетесь? Если это интернет-магазин, то что он продает? Если это не интернет-магазин, то, соответственно, какие услуги или какие товары вы предлагаете? И каким образом своим покупателям? Напишите это, пожалуйста, вопросы. Я вижу, что большинство здесь у нас из тех ответов, что поступают, это интернет-магазины. Это хорошо. Я чуть позже вернусь к этому вопросу. Вы смело пишите. Я примерно озвучу, какая у нас аудитория собралась, чтобы всем было это понятно. Уверен, что это будет интересно. Так, и давайте, наверное, потихоньку будем приступать. Я не мог не привести еще несколько цифр, несмотря на то, что Иван об этом уже говорил. Но буквально вчера или позавчера пришла рассылка о том, что Data Insight закончила большое исследование рынка e-commerce, вообще интернет-торговли в России за 2014 год. И опубликовали этот свой отчет. И я подумал, что будет очень правильно вытащить несколько цифрок из этого отчета и показать их сегодня вам. Если вы захотите подробнее ознакомиться с этим отчетом, вот у меня справа внизу экрана есть название компании, название сайта, который, собственно говоря, этот отчет опубликовал. Он совершенно открытый, можно спокойно зайти на сайт и этот отчет скачать и прочитать его полностью. Там очень много интересного. Один из, наверное, немногих компаний, который очень подробно занимается исследованием нашего рынка электронной торговли. Так, ну что ж я хочу сказать. Хочу сказать, что онлайн-покупатели, а в исследовании речь шла именно об онлайн-покупателях, то есть не просто пользователей интернета, а именно те, кто совершает покупки. И именно их исследовали. И вот такие данные мы видим, что половина онлайн-покупателей хотя бы раз за последний год пользовались интернетом со смартфона и более 30 с планшета. О чем это говорит? Это говорит о том, что практически все пользователи интернета, вот если посмотреть на строку планшет, например, практически все пользователи интернета, которые пользуются планшетом, это 34% пользователей, практически все из них совершали покупки, то есть являются онлайн-покупателями, то есть потенциально платежной аудиторией для интернет-магазинов. Если посмотреть на смартфоны, то здесь тоже очень близкие показатели, то есть пересечение практически полное среди пользователей интернета, которые там 12+, и среди тех, кто является реальным покупателем интернета. Ну и еще один момент. Как минимум половина тех, кто пользуется смартфоном или планшетом для доступа в интернет, ищет с его помощью будущие покупки. То есть, грубо говоря, 50% людей, которые используют мобильные устройства для доступа в интернет, через него же ищут то, что собираются приобрести. Я готов с этим абсолютно согласиться, я точно вхожу в эту половину, потому что дома совершенно не использую стационарный компьютер, ну или у меня там ноутбук есть, я его не использую в принципе. То есть только в редких случаях, когда я нашел какой-то уникальный товар, который мне нужен, недавно искал там ребенку игрушку, и сайт был совершенно не приспособлен для работы через мобильные устройства. То есть там было невозможно им пользоваться, мне пришлось встать, дойти до ноутбука, открыть этот сайт там. Но в итоге все равно покупка не совершилась, потому что с сайтом были какие-то проблемы. Ну вот это вот мой реальный кейс, и в общем статистика это подтверждает. И еще один момент, который хотелось бы показать. Среди онлайн-покупателей, которые опять же используют мобильные устройства для доступа в интернет, 70% указали на то, что у них стоят какие-либо приложения в их устройстве, предназначенные для покупок. То есть большинство пользователей, которые пользуются устройствами для доступа в интернет, у них уже в этих устройствах есть какие-либо приложения. Это говорит о том, что в общем-то покупатели и большая часть аудитории, на которую мы можем с вами сегодня рассчитывать с точки зрения продвижения и продаж, уже готовы к этому сценарию. У них уже есть приложения, которыми они, может быть, не на регулярной основе, но как минимум пользуются и понимают, что это такое. Обучать их уже не нужно. А это довольно-таки большая, современная, платежеспособная аудитория. Ну и, собственно говоря, теперь уже ближе к технологиям. Поговорим про то, как можно сделать мобильные приложения. Вот Иван говорил о том, какие типы бывают, и мы сейчас не будем говорить про адаптив и мобильные версии сайта. Еще раз скажу, что одно другое не исключает. Мы сейчас поговорим о том, если вы приняли решение разрабатывать мобильное приложение, какие у вас есть для этого возможности, и как мы технологически можем вам здесь помочь. Есть определенные сложности в разработке нативных мобильных приложений. Ну как, эти сложности, любые сложности, которые можно преодолеть, заплатив деньги, это, в общем, не сложности, не трудности, не проблемы, а расходы. Ну, в общем, разработка мобильного приложения нативного, которое будет полностью разработано под конкретную платформу, причем одну платформу, это, в общем, довольно сложная и дорогая разработка. Она требует, как минимум, полной разработки функционала вашего сайта или того функционала, который должен быть доступен в мобильном устройстве, в общем-то, с нуля, другими разработчиками, на других языках программирования, и, возможно, это придется повторять не один раз для того, чтобы удовлетворить разным платформам. Платформы, ну, сейчас есть две основные, да, это Apple и Android, и очень маленькую долю сейчас занимает Windows, то есть майкрософтская платформа, о ней мы не будем говорить, пока там что-то не устаканится, но даже для двух платформ существует несколько разных форм-факторов, то есть, грубо говоря, что для Apple есть смартфоны и планшеты, причем разных размеров, что для Android, там вообще зоопарк устройства очень большой, от совсем маленьких экранчиков смартфонов до совсем больших планшетов или даже мини-компьютеров, работающих на этой платформе. И, конечно, здесь закрыть все потребности нативным приложениям будет еще сложнее. Еще один нюанс, который важен при разработке мобильного приложения, который как так или иначе взаимодействует с вашим сервисом, это может быть ваш интернет-магазин или сайт, который оказывается, или другой сервис, на этом сервисе должна быть серверная часть, специально разработанная серверная часть, которая будет обеспечивать взаимодействие с мобильным приложением. Скорее всего, это будет какой-то API, то есть программный интерфейс, с помощью которого будет происходить обмен данными. Если такого там нет, соответственно, это дополнительная разработка. Приложения, которые выпущены нативными, их, в общем-то, не то чтобы тяжело обновлять. Ситуация в том, что обновлять придется довольно часто, потому что изменения в логике работы, в представлении товаров, в процедурах оформления заказов и так далее, все эти изменения, которые могут происходить на вашем сайте или в вашем сервисе, будут требовать обновлений в платформе, причем в мобильном приложении. Причем это надо будет делать очень синхронно, чтобы обновление логики на сайте не мешало работе мобильного приложения. То есть вы не сможете сначала это сделать на сайте, а потом через какое-то время запустить эти обновления в мобильное приложение. Скорее всего, придется действовать наоборот. То есть сначала выпускать совместимое обновление для мобильного приложения, а потом это обновлять уже на сайте, чтобы никто из ваших клиентов не пострадал ни на той, ни на другой стороне. Ну и еще раз, это, в общем-то, довольно дорогостоящая штука. То есть сами разработчики недешевые, они сильно дороже, чем классическая веб-студия, которая занимается разработкой вашего текущего сервиса, то есть ваш партнер, который занимается продвижением, разработкой, поддержкой вашего интернет-магазина, это несколько другая компетенция, и она сильнее, продвинутее и дороже, что самое главное. И простых знаний обычного веб-разработчика для этого недостаточно. А подсознавая вот эту всю проблематику, в общем-то, мы пришли к выводу, что мы должны помочь нашим клиентам в том, чтобы возможность разработки мобильного приложения была как можно ближе к ним. И у нас, в общем, это получилось, если у вас сайт на 1S-Bitrix, то вы можете довольно быстро и недорого создать мобильное приложение для своего интернет-магазина. При этом, помимо небольшой стоимости, почему небольшой стоимости? Потому что большая часть функционала, именно функционала и логики работы, она уже реализована на вашем сайте, и в этом мобильном приложении будет использоваться именно она. Разрабатывать ее не потребуется заново. Скорость разработки достаточно высока, опять же, за счет большого количества готовых решений. Ну и большая гибкость и возможность обновлений. То есть, грубо говоря, все изменения, которые в логике или в водопорожении товаров и описаний и цен будут происходить у вас на сайте, будут автоматически сразу же обновляться и внутри мобильного приложения. Наше мобильное приложение – это гибридное приложение. Оно комбинирует возможности нативного интерфейса устройства. Мы сейчас будем когда с вами смотреть. Я обращу ваше внимание на эти нюансы, чтобы это было более понятно. И возможность предоставления обычного HTML-интерфейса, как на вашем сайте, просто адаптированного под размер, соответственно, смартфона. И контроль над приложением и над нативными функциями через обычный JavaScript. То есть, грубо говоря, для такой разработки не потребуется особых навыков. И, в общем-то, после небольшого обучения обычная веб-студия и специалисты студии смогут справиться с разработкой мобильного приложения с помощью этой платформы. Ну, давайте для начала попробуем это все немножечко пощупать и посмотреть, как это выглядит. Для того, чтобы вам это показать, я использую свой смартфон. У меня iPhone. И сейчас вы видите его экран. Я буду в режиме реального времени вам показывать, как работают приложения и что можно с ними делать. И мы с вами все это будем рассматривать именно в таком режиме. Так. Как вы видите, у меня есть целая папочка приложений, которые я назвал Bittrex. И здесь огромное количество приложений, выпущенных на базе нашей платформы. Скажу сразу, этих предложений больше 150 штук. И перед каждым вебинаром, посвященным этой теме, я просматриваю новинки и добавляю их себе сюда, чтобы мог вам продемонстрировать, ну, и вообще показывать клиентам при встречах различные примеры. Но сейчас для того, чтобы вообще посмотреть и продемонстрировать, как это все выглядит и может работать, мы с вами возьмем приложение, которое называется Bittrex eShop. Вот это красная иконочка, которую вы видите вверху, посередине экрана. Вы можете это приложение сами, самостоятельно сейчас на свой смартфон установить из Apple Store или Play Market для Android. По ключевому слову Bittrex латинскими буквами вы его легко найдете. Красная иконка. И это демонстрационное приложение интернет-магазина на платформе. Вот я его запустил и, в общем, что я вижу после небольшой загрузки, я увидел интерфейс интернет-магазина, созданного для мобильного устройства. Что я хотел сразу отметить, особенно касается это нативных элементов и скорости работы. Вот у нас есть боковое меню, которое вот таким небольшим свайпом, этот жест называется так, когда я смещаю палец из-за пределов экрана слева, у меня открывается меню, я могу также его вызвать нажатием на эту верхнюю кнопочку. Это как раз те самые функции взаимодействия гибридного приложения. То есть эта часть абсолютно нативная и скорость ее работы абсолютно нативная. То есть, грубо говоря, ваши пользователи не заметят каких-то проблем, связанных с производительностью внутри приложения для работы вот с такими вещами. При этом, конечно же, работа с контентом сайта. Как видите, скролл здесь тоже работает прекрасно. Но давайте попробуем немножко походить по самому магазину. Как видите, происходит быстрая довольно-таки подгрузка. Я могу, опять же, скроллить и просматривать разделы каталогов, сами каталоги, и это все выглядит, в общем, довольно-таки быстро и достаточно оперативно. Могу использовать строку поиска. Есть даже возможность, опять же, связки мобильного приложения с нативными элементами смартфона. Вот, например, если я нажму, видите, здесь есть специально для демонстрации придумана иконочка со штрих-кодом. Эта штука сделана для того, чтобы можно было сосканировать штрих-код с помощью камеры смартфона. И вот, собственно говоря, включилась камера, я могу найти штрих-код и его сосканировать для поиска товара, например. Это один из моментов управления гибридным приложением нативных функций самого смартфона. Есть также в интернет-магазине фильтр, который можно использовать для сужения области поиска, выбирать различные свойства, определять там какие-то цены. Видите, слайдеры тоже довольно-таки удобные и без каких-то проблем работают с моим интерфейсом. Ну и я могу просмотреть конкретный товар. Для конкретного товара, опять же, будет доступно увеличенное изображение, которое я щипком смогу увеличивать, двигать и так далее, всячески рассматривая товар полностью. Также у меня доступны различные характеристики, описания и так далее. То есть, как вы видите, у меня получается, в общем-то, полноценный интернет-магазин, которым я могу пользоваться на своем смартфоне. И это именно приложение с навигацией, меню, управлением и так далее. С возможностью предоставления различных информаций о хитах продаж, новинках, спецпредложениях и так далее. Все, в общем, как и хотелось бы. При этом обратите внимание, что мобильное приложение, опять же, поскольку оно гибридное, оно предлагает и доступ к личному кабинету. То есть, тот личный кабинет, который доступен на вашем сайте, будет доступен в мобильном приложении и для нашего клиента. Давайте попробуем что-нибудь приобрести. Вот эти суши. Сейчас перейдем в корзину. Я попробую оформить этот заказ. Давайте, как физлицо. Сейчас быстренько что-нибудь заполню, чтобы не особо... Ну, пускай будет так. С телефоном не будем мучиться. И нам нужен будет еще адрес. Дальше мы выбираем службу доставки. Конечно же, это будет доставка курьером. Видите, обработку тут же производит приложение сразу. Платежная система. Окей. Пусть будет наличный курьеру. При этом вы не ограничены, опять же, в платежных системах. Это наиболее частый вопрос, который нам задают. То есть, если на вашем сайте будет использоваться платежная система, там, оплата карты или какими-то другими электронными деньгами, она здесь точно так же появится, и вы сможете ее использовать для оплаты заказа. Могу удостовериться, собственно говоря, в своем заказе, добавить какой-то комментарий. Сейчас я этого делать не буду. Я оформлю заказ. И с этого момента я становлюсь авторизованным пользователем мобильного приложения. Как вы видите, здесь вот вверху в меню у меня появилось мое имя вместо ссылочки «Авторизация». И теперь мобильное приложение меня знает, я авторизованный пользователь, у меня появилась кнопочка «Выход». Я могу, собственно говоря, вот, видите, просматривать информацию о своих заказах. Например, я перейду в список заказов и увижу свой заказ, который сейчас находится в статусе, видимо, проверки. Да, принято, ожидается оплата. Я могу смотреть различные свойства этого заказа и что-то с ним даже сделать. Ну, в данном случае мне доступна только функция отмены. Понятно, что пока… Это уже зависит от того, как вы настроите возможности для ваших пользователей, что они еще смогут сделать. Вот такое демонстрационное мобильное приложение. Опять же, повторюсь, вы сможете его посмотреть, просто установив приложение с красной иконочкой по ключевому слову «Bitrix», которое найдете, и воспользоваться им для демонстрации и изучения простых возможностей. Скажу также, что вот это приложение, оно является не просто демонстрационным, оно является готовым типовым решением для интернет-магазина. То есть, если у вас магазин на платформе «Bitrix», и он уже разработан и на версии, если не ошибаюсь, позже 12.5, то там это приложение для вашего магазина уже есть, и вы сможете попробовать его на своих товарах. Для этого необходимо запустить мастер установки, собственно говоря, мобильного приложения. После чего подключить, как я это сейчас буду делать, свой смартфон с установленным специальным приложением для разработчика и поэкспериментировать уже со своими товарами, посмотреть, как это может быть применимо именно к вашему. То есть, это готовое мобильное приложение, здесь все разработанные вещи уже готовы, и меню, и отображение товаров, и вот этот каталог, все компоненты сделаны, то есть, можно попробовать с этим поработать и уже с вашим товаром. Что дальше? Ну, дальше, наверное, надо разобраться, как же это все-таки работает, то есть, что там внутри, и как с этим можно работать простому пользователю. Для того, чтобы вам было понятнее, как это устроено, я, опять же, прибегу к демонстрации вживую. Вот у меня есть такой интернет-магазин. Это обычная демо-версия редакции «Бизнес». Как видите, демонстрационные товары здесь есть. И для того, чтобы продемонстрировать возможности приложения с точки зрения управления, мы сейчас запустим это мобильное приложение для этого магазина. Что для этого нужно? У меня уже установлена мобильная платформа на соответствующем сайте, и мне нужно для того, чтобы запустить это приложение. Вот это желтенькое приложение с желтенькой иконочкой, которая называется Bitrix Mobile. Это приложение для разработчиков. Но вы тоже можете его использовать для своего сайта. Как видите, здесь уже он у меня появился. Но я сейчас вернусь на стартовый экран, чтобы показать, как это работает. У меня здесь есть несколько магазинов подключенных. И вы можете в моем случае, вот сейчас галочкой выделено, вот этот текущий магазин, он открытка, видите по тому же самому адресу. Если посмотреть в адресную строку IP-адреса моего внутреннего сервера, то, соответственно, он идентичен тому, что в приложении. Я выбираю его, и после чего приложение подключается к моему вот этому серверу и загружает для меня мое мобильное приложение с моим уже товаром. Я могу также посмотреть каталог, увижу тут соответствующие разделы и так далее. В чем особенность приложения для разработчиков? Вот это. Оно может подключиться к любому сайту, на котором есть мобильная платформа от 1S Bitrix. И, соответственно, вы получите доступ к наполнению вашего мобильного приложения. И здесь есть вот такая вот штука, это панель управления мобильным приложением, что она предоставляет такие возможности. Здесь всего две кнопочки. Вот кнопочка с человечком, стрелочка с человечком – это смена аккаунта, вот то, что я при вас сделал только что, выхожу в список аккаунтов и подключаюсь к нужному магазину. А стрелочка, соответственно, без человечка – это просто обновление, то есть перезагрузка приложения, запрос всех новых параметров и так далее. Ну, а в остальном мы можем смело пользоваться этим приложением. Оно точно такое же, точно так же нам доступно. Единственное, что оно оформлено уже немножко в более новом виде. Как видите, здесь плоский дизайн для панели предусмотрен. Все под iOS 8 уже переделано. Итак, как же и что же мы можем с этим сделать? Ну, как управлять тем, что находится внутри приложения? Вернемся на сайт и откроем ту самую заветную папочку, в которой, собственно говоря, и работает приложение. У меня эта папочка NewApp, специально созданная для конкретного приложения. И если я его открою, мы с вами увидим примерно то же самое, что, собственно говоря, видим на устройстве мобильном. Выглядит это не очень неказисто, скажем так, но это вполне ожидаемо, потому что внешний вид специально разработан для отображения на экране смартфона. И, конечно, здесь все выглядит немножко необычно. Так вот, несмотря на то, как это выглядит, это совершенно обычные компоненты Bittrex, которые выводят те или иные товары по тому или иному сценарию. И я могу включить режим правки, навести на этот компонент, открыть его настройки и отредактировать эти настройки для вывода какой-то другой информации. Например, сейчас у меня выводят сюда спецпредложения, я могу взять и вывести сюда новинки. Количество выводимых товаров изменить и так далее. После сохранения я увижу здесь, соответственно, изменение товаров, которые вывели. Сейчас у меня в верхний баннер уже выводятся новинки. И если мы обновим приложение мобильное, то, соответственно, увидим, что и здесь уже вывелось какие-то другие товары. Видите, здесь уже другая новинка, другие туфли из категории новинки. И это все будет происходить моментально, сразу же у вашего клиента, как только он откроет приложение, здесь уже будут новые информации. Для того, чтобы изменить внутренности, контентные внутренности приложения, вам не нужно будет выпускать новую версию. Все делается за счет гибридности, все это происходит автоматически. Какие еще моменты? Поскольку с точки зрения технологии, вот эта страничка, которую мы наблюдаем, это всего лишь обычная HTML-страничка, я могу с помощью редактора Bittrex нажать «Изменить» эту страницу и внести в нее какие-то изменения. Как видите, здесь HTML-код. И мы можем что-нибудь здесь сделать. Например, я вот в этом месте, это после баннера с новинками, до закладочек «Хиты продаж и новинки» я добавлю какой-нибудь блок. Ну, давайте с вами вставим сюда какой-нибудь заголовок. Пусть это будет у нас ссылка на акции. Вот такая ссылка. И в ссылочке у нас с вами будет написана скидка на туфли 35%, допустим. Вот, собственно говоря, простенький код. Я сохраняю эту страничку. Мы с вами в браузере сразу же увидим эти изменения. Как видите, появилась такая страшненькая ссылочка в виде заголовка. И давайте посмотрим, что в нашем приложении у наших же пользователей. В общем-то, информация тут же обновилась. И мы тоже показали им уже в мобильном приложении эту ссылочку. Безусловно, ее можно по-разному оформить. Это может быть баннер, картинка. Это может быть все, что угодно. Это может быть какой-то текст, который нужно добавить на главную страницу, например, после всего и так далее. То есть вы видите, что управление контентом происходит примерно на том же уровне, как вы работаете с сайтом. И функциональность, которая будет доступна вашему покупателю в мобильном приложении, полностью зависит от того, что могут реализовать на основе технологии системы управления сайтом ваш разработчик. Ну, или вы сами, если занимаетесь такими вещами. Еще немножко внутренностей. Может быть, это будет полезнее уже больше разработчикам. У меня есть еще одна закладочка, в которой я открыл админку. И в файловой структуре сайта открываю папочку New App, в которой, собственно говоря, и лежит все мобильное приложение, которое в итоге загружается на смартфон пользователя. Здесь есть набор файлов, набор папок. В частности, вот, например, папочка About, да, это та, которая называется о магазине. Если мы откроем меню и увидим пункт меню о магазине, мы можем в него зайти, например, и увидим соответствующую страничку с текстовой информацией. Если нам понадобится сделать новое что-то, да, мы можем зайти, например, в файл меню. Я сейчас открою, опять же, в режиме PHP для того, чтобы показать вам, как это все выглядит. Вот он, собственно говоря, меню. Вот у нас есть раздел «Каталог товаров». Вот он, раздел «Каталог товаров». Да, и у меня тут пункты меню главной страницы, каталог, корзина. И вот они здесь видны. Я, если захочу сюда добавить какой-то новый пункт, я не мудрствую лукаво копирую предыдущий. Здесь у меня будет пункт акции, например. Мы его направим в соответствующую папку, который, кстати, пока нет. Переименуем нужные переменные. И после сохранения, вернувшись, собственно говоря, к мобильному приложению, обновив его, мы увидим изменения в меню. Вот у меня появился пункт меню акции, который, опять же, всем клиентам сразу доступен. При переходе в него я увижу вот такой кошмар, потому что нету соответствующего раздела, и соответствующей страницы, конечно, нету. Но пункт меню мы добавили. Если нужно добавить страничку, я могу скопировать папочку, например, «About» и сохранить ее в соответствующей папочке. Так, 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 с переименованием. У меня появится вот такая папочка «About1», которую я сейчас назову «Offers». Вот такой вот вам простой сценарий расширения мобильного приложения. У меня появилась папочка «Offers» и теперь мое мобильное приложение, сейчас мы ее быстренько обновим, уже будет адекватнее реагировать на кнопочку «Акция». Здесь уже появилась страничка, оформленная по-своему. Ну и, конечно же, я уже могу работать с этой страничкой, открыв ее на редактирование, изменить в ней, собственно, какие-то составляющие. В данном случае у меня будет «О магазине». Где-то у меня тут вставляется основной заголовок. Я могу здесь вставить вместо этого заголовок «Акции». Ну и так далее. И дальше работа с текстом в стандартном режиме, который предусмотрен системой управления. Вот что у нас получится в работе с этой страничкой. Так, ну-ка, давайте-ка мы сбросим, чтобы притормаживать немножко сервер, будем обновлять таким образом быстрее. Видите, здесь уже поменялось, здесь уже написано «Акции». Ну и так далее. То есть, на самом деле, здесь я хотел показать, что работа с управлением, с мобильным приложением становится достаточно простой. И не нужно особого навыка для того, чтобы заставить измениться мобильное приложение у всех клиентов, которые его установили. Потому что все данные берутся непосредственно с сайта. Единственное отличие от сайта, с точки зрения вообще работы с ним, это специальные шаблоны, которые предназначены для работы с мобильным приложением. У меня есть вот такой вот, может показаться страшным слайд, того, как это все устроено. На самом деле, все достаточно просто. Есть бэк-энд, так называемый, с точки зрения разработки. На стороне сервера это контент. Там же лежит соответствующий API для работы с нативной частью мобильного приложения и так далее. Соответственно, внутри смартфона это надстройка на PhoneGap. Если это кому-то о чем-то говорит, будем надеяться, что говорит. Довольно-таки серьезная, которая написана на соответствующих языках. Но в ней доступен ряд нативных функций. Этих нативных функций довольно много. Это и управление различными тулбарами, и вот всякие свайпы, которые сделаны для смещения вправо, влево, менюшек, дополнительные кнопки, панели управления и так далее. Все это будет доступно для работы через обычные JavaScript API. Не буду здесь углубляться в детали. Давайте попробуем посмотреть на примеры. Так, это мы опытным путем уже посмотрели. На примеры с вами посмотрим. Для этого я опять же вернусь к своему смартфону и покажу несколько примеров, которые были сделаны на базе нашего приложения. Так, давайте попробуем, что мы с вами можем посмотреть. Из интересного. Давайте сначала посмотрим на простенький интернет-магазин. Вот есть такой магазин «Водовоз». О, похоже, он перестал работать. Видите, к сожалению, не все приложения продолжают работу. Сейчас тогда вернемся, посмотрим что-нибудь другое. Ну вот, например, вот это. По каким-то причинам люди отказываются от мобильных приложений, их поддержки. Скорее всего, это связано с тем, что люди пробуют. У нас достаточно простой и быстрый вход в создание мобильного приложения и запустить свое мобильное приложение можно довольно-таки быстро. То есть не нужно долго что-то придумывать, разрабатывать и так далее. Можно довольно быстро запустить приложение для своего... Видите, здесь почему-то само приложение работает, а каталоги не грузятся. Хотя вот частично что-то есть. Возможно, сервер сейчас у них не очень хорошо работает. Ну, давайте вот на этот магазин посмотрим. Я, честно говоря, когда первый раз увидел этот магазин, был крайне удивлен, потому что продавать через мобильное приложение сельскохозяйственную технику, ну, по меньшей мере, выглядит странным. Ну, или животных. Но, однако, вот такое приложение есть. Оно, как видите, прям однозначно напоминает стандартное, только здесь переоформлено немножко внешний вид, изменен цвет панелей, по-другому представлены списки. Здесь можно погулять, посмотреть по каталогу, наверное, даже что-то приобрести, ну, или, по крайней мере, рассмотреть детально. В остальном приложение очень напоминает стандартное приложение. Как видите, вполне достаточно стандартного функционала для того, чтобы представить уже свой магазин в виде мобильного приложения. Ну-ка, получится ли тут открыть? Нет, здесь нету этого. Но корзина есть, оформить заказ можно, личный кабинет получить тоже, как видите, есть кнопочка «Вход» и возможность посмотреть свой список заказов и так далее. Вот, как пример, здесь даже есть какой-то конфигуратор техники. Вот, смотрите, видите, сделали конфигуратор. Можно выбирать разные виды шасси и навесного оборудования для того, чтобы получить конкретную стоимость какой-то техники и, соответственно, оформить на нее заказ. Вот, пожалуйста, такой интересный пример. Из примеров контентных. Например, вот есть, был такой фестиваль «Усадьба Джаз». он сейчас проходил в прошлом году. И это приложение совершенно контентное. Как вы видите, здесь нет возможности ничего купить. Это описание, скорее, самого мероприятия. И меню здесь уже оформлено совсем иначе и в другом стиле. И здесь можно посмотреть программы. Но, к сожалению, программа сейчас будет недоступна по причине того, что мероприятие давно закончилось. Ну, вот есть карта фестиваля, например. Можно посмотреть, где, куда, собственно говоря, двигаться и где какие мероприятия проходят. Ну и так далее. Есть пункт «Как добраться» с простым описанием. Но можно использовать и картографические сервисы, например. Это вполне возможно. Можно было, наверное, и приобрести билеты. Или, по крайней мере, а, ну вот смотрите, можно было приобрести билеты. Нет. Приобретение билетов они почему-то отправляют на основной сайт. И, вероятно, это связано с тем, что мероприятие на данный момент закончено и ничего купить нельзя. Вот это абсолютно контентное приложение. Вот интересное приложение, которое я довольно часто демонстрирую и показывает довольно-таки серьезные, практически неограниченные возможности использования гибридных приложений. Но здесь есть ряд проектов, связанных с дизайном квартир. Давайте попробуем посмотреть подробнее. Вот можно почитать, можно открыть фотогалерею. И, соответственно, фотогалерею полистать. Опять же, это нативный слайдер приложений. Фотографии можно увеличивать, уменьшать, посмотреть все, ну и так далее. То есть здесь такой функционал тоже доступен. Сейчас посмотрим, что-то из интересного здесь есть. Вот, да, вот, например, для этой квартиры есть виртуальный тур. И это интересная технология, которую уже использует гироскоп. Я сейчас буду вертеть своим телефоном для того, чтобы виртуально попутешествовать по квартире. Могу использовать кнопочки для перехода в разные комнаты. И, в общем, вот такое интересное устройство. Получает доступ к гироскопу смартфона. И я как бы стою, верчусь на месте, но могу изучать вот таким образом помещение довольно детально. Это тоже мобильное приложение, несложная технология, которая может быть вам доступна. Как вы видите, все признаки нашего стандартного меню слева. Почему-то коллеги не очень часто его меняют, вероятно, но вполне устраивает по своему внешнему виду и функционалу. Так, что еще мы можем с вами посмотреть интересного? Сейчас я пролистаю в новинки, которые недавно установил. Ну, вот, например, интернет-магазин велосипедов. Так, вот оно хочет отправить мне пуш-уведомления, но я, пожалуй, откажусь от этой истории. Пока мне не очень нужны велосипеды. Посмотрим с вами на то, что здесь в этом приложении есть. Почему-то оно притормаживает. Вероятно, у меня, кстати, может быть что-то с интернетом тут. Но все, слава богу, загрузился. Ну, вот, собственно говоря, целый каталог различных видов велосипедов. Давайте посмотрим детский, например. Не очень большая скорость загрузки, вероятно, потому что мне приходится еще и транслировать все это через наш интернет-канал. А может быть у коллег сервер не очень быстро отвечает, и поэтому скорость не очень комфортная. Но имейте в виду, что на самом деле содержание, вот, сейчас совсем рассыпалось, содержание страниц, которые вы открываете в мобильном приложении, оно может быть закэшировано, и, соответственно, там со второго, с третьего раза будет все это открываться уже мгновенно до момента обновления информации. Это все также доступно в самой платформе и поддерживается на уровне приложения. Так, опять же, не будем получать уведомления. И вот очередное приложение, которое имеет меню, вот здесь, здесь оно, кстати, уже переделано, переоформлено немножко иначе. Здесь появилось нижнее меню, которое позволяет переключаться между различными пунктами. Видите, здесь мне нужно авторизоваться, чтобы получить доступ к соответствующим разделам. Но можно побродить по этому магазину и выбрать какой-то товар для приобретения. Вот, видите, здесь немножко изменен интерфейс относительно нашего стандартного. И, в общем, выглядит довольно забавно. Вот, нужно зарегистрироваться, чтобы добавлять в избранное. Как вы видите, здесь для постоянных покупателей реализована функция избранного, для того, чтобы можно было, видимо, регулярно совершать покупки. Ну, давайте еще посмотрим парочку новинок, которые были сделаны совсем недавно и выпущены. Вот приложение с каталогом различных аксессуаров для женщин и для создания красоты, видимо, на руках и ногах. Как видите, тоже внешний вид сильно отличается. А менюшка наша стандартная, здесь можно уже побродить по магазину более детально. Видите, совсем другое представление товаров сделано. И я рад, что коллеги-разработчики уделяют внимание интерфейсам, они используют стандартные, потому что мы все-таки не совсем гуру в этом деле. Надеемся, что разработчики будут лучше подходить к решению этих вопросов. Ну, здесь также доступен фильтр. Давайте еще посмотрим какой-нибудь из примеров. Вот, например, суши-бар зебры. Давайте посмотрим, что предлагает нам предложение суши-бара. Тоже забавный внешний вид, как вы видите. И я полагаю, что здесь нам предложат заказать какое-то... А вот, кстати, интересная подсказка сделана, да, как пользоваться приложением интерфейса внутри. Мы сейчас это отменим. Да, здесь мне предложат приобрести ряд товаров для того, чтобы заказать себе. Ну и опять же, дополнительное меню, например, с информацией о доставке, об акциях, ну и так далее. Видите, весьма неплохой инструмент. Еще раз, все эти приложения, которые я вам показываю, они уже доступны в App Store, и вы можете их установить себе для того, чтобы посмотреть, как делают другие. И какие возможности дает платформа для реализации. Ох, страшное приложение, предлагающее... Не будем на него смотреть детально. Прилагающее различные страшные штуки для вкручивания в зуб. Вот интересное приложение, которое мне показалось забавным. Это тоже, по сути, контентное приложение, сделанное для выбора услуг при организации свадьбы. Здесь видите соответствующее меню. И что у нас есть здесь в каталоге? Фотографы, видеографы, рестораны, костюмы, кортежи. Ну, давайте посмотрим, например, зайдем в фотографов. И здесь целый список фотографов, с которыми можно иметь дело. И ко многим из них есть демо-фото. Ну, давайте посмотрим какого-нибудь человека. Владимир. Ну, где твои фото, Владимир? Ладно, посмотрим другого. Вот. Ольга. Ну, и, в общем, мы можем посмотреть фотографии Ольги, демонстрационные, для ознакомления с ней. Вот тоже интересный вариант приложения, созданного на платформе Bittrex. Тут вот есть статьи какие-то. Тоже контентная часть. Можно почитать статьи на свадебную тему. Ну, эта тема бесконечная, на самом деле. Все, что касается свадьбы, это вечная тема. Здесь очень много всего можно написать. Вот вариант бизнеса через мобильное приложение и с помощью сайта. Ну, еще есть у меня тут торговый дом. Как вы видите, тоже иное представление внешнего вида. Переделанное в меню. Совсем по-другому оформлено и уже выглядит совсем иначе. Уже Bittrex и не узнать. И мы можем побродить по каталогу. Как видите, здесь в нижней части появилось меню. И там у меня два товара на 205 рублей. Это я, видимо, вчера при подготовке что-то положил себе в корзину. И оно у меня там лежит. Вот. Можно регулировать прямо здесь количество, класть в корзину. Как видите, очень неплохой интерфейс для торгового центра. И последнее приложение, которое я, наверное, сегодня вам покажу, это приложение тоже, опять же, связанное. Вот оно будет использовать мою геопозицию. Нему почему-то не получилось определить место положения, несмотря на то, что я разрешил. Приложение, которое брендовое и нужно для поиска ближайших сервисов, где можно приобрести и установить резину марки Maxis. Вот. Видите, здесь ближайшие показаны мне адреса. То есть, приложение определяет, где я нахожусь и показывает ближайшие ко мне адреса сервисов, где я могу приехать. Вот, кстати, в шансервисе был недавно, но поставил там резину не Maxis. Тогда я об этой резине еще ничего не знал. Вот такая история касательно примеров. И мне кажется, что, в общем-то, есть на что посмотреть. И приложений сейчас все больше. Напомню, что информация внутри мобильного приложения будет всегда актуальной, потому что оно использует подключение к интернет для загрузки данных непосредственно с вашего сайта. Но при этом сама платформа поддерживает и полу-офлайн режим. То есть, однажды закэшированные данные могут не загружаться повторно и, соответственно, открываться достаточно быстро. И это может еще больше приблизить работу гибридного приложения к скорости нативного, когда все данные хранятся реально внутри. Для разработчиков информации о том, что внутри приложения возможно использование внутренних хранилищ для хранения каких-либо данных. Это позволяет сделать приложение более функциональным и более быстрым в случае, когда необходима обработка данных внутри приложения. Экономически получается достаточно выгодно, потому что разработка производится на знакомых любому веб-разработчику языках HTML5 и JavaScript. Выпуск обновления внутри не требует перевыпуска мобильного приложения. То есть, вы можете обновлять контент и обновлять условия, обновлять различные использования нативных функций и так далее. Все это не потребует перевыпуска приложения. Приложение у вас – это не мобильная версия, это то, что устанавливается через App Store и получает доступ прямо в смартфон вашего клиента. Вы сможете отправлять пуш-уведомления, вы сможете определять локацию, то есть местонахождение пользователя, использовать его камеру и так далее. То есть, многие эти вещи, которые могут быть полезны в вашем приложении. При этом вся разработка, опять же, ведется в концепции разработки под Bittrex и разработка, что самое, пожалуй, важное. Единое приложение разрабатывается для двух мобильных платформ, для Apple и для Android. Приложение будет разрабатывать один раз. Что нужно сделать, чтобы такое приложение выпустить? Нужно разработать мобильную часть на своем сайте. Как вы видели, это некая папочка, в которой будет храниться вся мобильная часть. Это HTML5-шаблоны с шаблонами компонентов, с логикой, которую вы можете взять со своего сайта и просто переоформить под нужный внешний вид. После чего приобрести лицензию на мобильное приложение, о цене сейчас скажу, и заполнить специальные данные на нашем сайте для публикации. Там будут данные, связанные с адресом сайта и вот этой папочкой, с названием, описанием. Нужно будет загрузить иконку для App Store или Google Play, сплэш-скрины и описание, которое потребуется для размещения в сторах. Вам нужно будет иметь свой аккаунт на Google Play или iOS Dev Center. Это, соответственно, сторы, в которых будет размещаться приложение. Вы их там создаете самостоятельно, и приложение будет опубликовано именно от вашего имени под вашим аккаунтом. Обращу ваше внимание, что стоимость аккаунтов, ну, как бы что, аккаунты в этих маркетах не бесплатные. Для iOS Dev Center, если я не ошибаюсь, 99 долларов в год, для Google Play около 25 долларов. Если я не ошибаюсь, уточните эту информацию непосредственно при оформлении соответствующего аккаунта. Ну и в дальнейшем с помощью специальной формы вы передадите нам все необходимые данные, ресурсы и так далее. Мы скомпилируем за вас это приложение и за вас его опубликуем в вашем Apple Store или Google Play под вашим аккаунтом. На этом моя часть закончена. Я сейчас постараюсь быстренько поотвечать на вопросы. Я надеюсь, Иван готов продолжить свою вторую часть. Иван, скажи что-нибудь. Я здесь. Я надеюсь, меня уже слышно. Да, уже слышно. Все прекрасно. Тогда я пойду по вопросам. Я обещал озвучить направления, в которых работают наши слушатели. Это магазины детских игрушек, интернет-магазин товаров для дома, услуги по автоматизации учета, спортивное питание, ювелирные магазины, логистика и перевозки, аутсорсинг, IT, косметология, даже разные услуги B2B, цифровая техника. Так, это уже было. Повторяться не буду. Товары для туризма, автоматизация, опять же. Ну, в общем, довольно-таки широкий спектр. И заметьте, например, товары для дома и детские игрушки – это, например, товары довольно-таки регулярного потребления. И в них уже может иметь место быть разработка мобильных приложений. Попасть в смартфон к любящему отцу, я скажу вам, просто бесценно. Потому что если вы сможете предложить хороший спектр игрушек, ну, хотя бы на какой-то диапазон возрастов, это будет шикарно. Ну, ладно. Пойдем по вопросам. Можно ли в мобильном приложении разместить форум? Насколько это трудоемко? Иван, наверное, ты даже лучше прокомментируешь. Дело в том, что форум, конечно, разместить можно. Взять готовый компонент Bitrix. Единственная трудоемкость здесь будет – подготовка шаблонов для мобильного отображения на экране смартфона или планшета. А я, кстати, могу отметить, что текущие шаблоны весьма корректно отображаются на мобильных телефонах. Даже в смасштабированном виде особых проблем нет. Думаешь, форум будет хорошо выглядеть даже так? Ну, на планшете уж точно он будет хорошо выглядеть. На телефонах мы смотрели, корректно отображается, нормально, вполне юзабельно. Ну, вот видите, можно даже стандартный форум попробовать использовать и получить такой интересный функционал. Возможно, придется его все-таки немножко упростить для мобильного пользования, но это уже не так трудоемко, как разработка новых. Так, и второй вопрос. Для мобильного приложения должен быть свой дизайн. В темплейте шаблон дизайна, верно? Это уже такой технологический вопрос. Да, там должен быть свой шаблон, и для компонентов свои шаблоны, конечно же. Так, то есть для сайта с мобильным приложением для клиента доступен обычный сайт, мобильное, нативное приложение, мобильный сайт. Ну, я что-то не очень понял этот вопрос, если честно. Для сайта с мобильным приложением у клиента будет, да, обычный сайт, у него будет мобильное приложение, нативное, гибридное, не имеет сейчас значения. Ну, а мобильный сайт, если сделана адаптивная верстка на основном сайте, то да, он может быть доступен и как в качестве мобильной версии, адаптироваясь под его решения. Так, в платформе «Малый бизнес» решение мобильное приложение присутствует? Да, мобильное приложение в «Малом бизнесе» присутствует. Так, мобильное приложение по функционалу повторяет сайт. Вопрос, можно ли дорабатывать части именно мобильного приложения отдельно, например, что-то убрать и добавить? Да, конечно, можно. Вы можете абсолютно свою логику использовать, и я думаю, что Иван сейчас будет рассказывать несколько о процессе производства, и там это будет более понятно. У пользователя есть необходимость фотографировать с телефона что-то для передачи на сайт. Как это сделать? Ну, вот, собственно, для этого потребуется небольшая доработка. Доступ к камере у вас есть через API мобильной платформы, а, соответственно, получить оттуда изображение и сохранить не проблема. В качестве примера работы такого функционала вы можете посмотреть наше приложение для Bittrex 24. Если вы вдруг пользуетесь, если не пользуетесь, просто зарегистрируйте себе Bittrex 24, скачайте для него мобильное приложение, и вы сможете в живую ленту опубликовать фотографию, которую сделаете на камеру своего смартфона. Это прекрасно работает, и в качестве примера можно посмотреть, как это может быть реализовано. Как правильно верстать мобильное приложение? Каким образом верстка адаптируется под разные разрешения экранов? Ну, это, наверное, опять же, вопрос технологический, то есть это так же, как адаптивная верстка. Вообще, HTML5 довольно-таки гибкий и универсальный язык разметки, дающий огромные возможности по работе с масштабируемыми изображениями, с масштабируемыми блоками, верстки и так далее. Здесь нет проблем. Ну, а как правильно верстать, наверное, вам ответят все-таки специалисты по верстке. Так, в мобильном приложении можно сразу подгрузить несколько страниц по умолчанию. Да, конечно, можно, их можно даже сохранить в кэше, но это такая отдельная история. При первом запуске можно довольно многие вещи закэшировать. Какая цена публикации? О, вот, правда, спасибо, что напомнили, не сказал, у меня почему-то слайд куда-то пропал с ценой. 47 900 рублей стоит лицензия на публикацию мобильного приложения. Одна лицензия на приложение в двух сторах, то есть за одну цену вы получаете публикацию приложения и в Apple Store, и в Google Play. И, соответственно, в течение года сможете даже перевыпускать приложение совершенно бесплатно. Если потребуется перевыпуск приложения, напомню, что перевыпуск – это довольно крайняя ситуация, когда много переделано, соответственно, лицензия продлевается, так же, как и все остальные наши лицензии, за 22% от стоимости ежегодно. Будет ли запись вебинара? Да, будет. Про стоимость лицензии ответил. Иван, приступай. Я сейчас переключу на тебя презентацию, и я остаюсь здесь, буду отвечать на вопросы письменно или помогать Ивану устно. В общем, дерзай. Отлично. Но, как уже Сергей сказал, то, что приложение может быть совершенно различное. Я еще дополню, что приложение мы можем разрабатывать, собственно, под обе платформы. Один из Bittrex и управление сайтом Bittrex24. Ну и, соответственно, совершенно различные функциональности пользоваться, для различных задач использовать эти приложения. Это очень важно. Ну и, там, продолжая ответ на вопрос о том, какая функциональность, может ли просто повторять сайт, либо можно еще как-то расширять и независимое мобильное приложение использовать. То же самое приложение, о котором я говорил, Муж на час для Bittrex24. Оно работает с корпоративным порталом и фактически просто использует его базу данных. Нигде на сайте этого приложения, этим приложением никто не пользуется. Это совершенно отдельный функционал с оффлайн-режимами, с загрузкой фотографии, определением GPS-координат и так далее. Да, про ту же самую загрузку фотографий тоже стоит сказать, что при определенном желании можно фотографии сделать в оффлайне и загрузить, когда появится интернет. Это тоже возможно. И мы этот функционал реализовывали. Ну ладно, теперь давайте поговорим все-таки про процесс разработки. Как же разрабатывать, чтобы все в срок успеть. И вообще, наверное, тут стоит сказать, что не только для разработчиков будет полезен мой доклад, но и для клиентов, которые собираются реализовывать себе мобильное приложение. Это тоже будет полезно знать. Вообще, процесс разработки мобильного приложения мало чем отличается от какой-то другой разработки, конечно, со своими нюансами, но все же. Этапы разработки достаточно стандартные. Для начала нужно понять, какие в принципе у нас задачи перед нами ставятся, какая концепция приложения, что мы будем реализовывать. После того, как мы знаем задачу, мы уже можем определяться с платформой. Много было сказано о том, что совершенно различные задачи, совершенно различные пути их решения. От адаптива до мобильного приложения. Как следствие, после постановки задачи мы уже сможем выбирать пути, и будь то натив, гибрид, что-нибудь еще. Мобильные приложения могут быть не только на том же битриксе построены, которые постоянно держат связь с сервером. Это могут быть какие-то калькуляторы, конфигураторы, которые просто загружают данные периодически с сервера и предоставляют возможность клиентам что-то посчитать, сконфигурировать на своем телефоне, даже находясь офлайн. Об этом Сергей говорил, что хранилище данных в устройстве использовать можно. После того, как мы уже определились с тем, на какой платформе мы будем решать, мы составляем техническое задание, описываем клиентскую серверную часть приложения. После того, как тех заданий есть, можем клиентарный план составить. Ну и дальше поэтапное тестирование, доработка и выпуск. Давайте обо каждом из этапов поподробнее поговорим. Постановка задачи. Постановка задачи зачастую не просто происходит, потому что клиент видит задачу с одной стороны, мы видим, как разработчики задачи с другой стороны. Необходимо провести ряд встреч и желательно даже провести предпроектное обследование. Что в себя включает предпроектное обследование? Нужно поставить четкие цели. Зачем нужен проект? Ради чего это будет реализовываться? Какими функциями оно должно обладать? И зачем нам мобильное приложение? Также в предпроектном обследовании необходимо зафиксировать, с кем же нам предстоит работать. Со стороны заказчика я имею в виду людей, ответственных за ту или иную часть разработки. Ну и, конечно, помимо заказчика мы должны понимать, кто из клиентов будет пользоваться этим приложением. Это могут быть клиенты интернет-магазинов, это могут быть клиенты самого заказчика, то есть его сотрудники. И, конечно же, с чем нам предстоит работать? Какое серверное окружение, с какими продукциями необходима интеграция, на каких устройствах как должно отображаться приложение и так далее. Это все нужно понимать еще до того, как мы начнем это проектировать, потому что постановка задачи, как я уже сказал, влияет на выбор платформы, на которой будет реализовываться данное приложение. Ну и определиться с пространством и временем, это значит, что временные рамки у всех заказчиков различные, кто-то может ждать несколько месяцев, кому-то приложение нужно уже завтра, а то и вчера. Это тоже необходимо знать для того, чтобы запланировать свои ресурсы, ну и вообще в принципе определиться, сможем мы потянуть эту задачу, не сможем мы потянуть эту задачу, ну и не попасть потом в неудобную ситуацию. Выбор платформы. Ну, фактически платформа это наш фундамент. На основании этого фундамента мы будем строить свое приложение, и от этого зависит, ну фактически, какими ресурсами мы добьемся цели, добьемся мы этой цели в срок, будет ли она эффективно решена и так далее. Приложений, вообще вариантов много, адаптивный сайт, приложение нативное, нативное приложение с серверной частью, ну либо гибридное приложение. Просто нативное приложение работает на устройстве, это игры, калькуляторы, там все что угодно. Если есть необходимость обмениваться данными с сервером, тут немножко усложняется, нам необходимо уже продумывать серверную часть, продумывать, что на ней будет и как работать, ну и так далее. В общем, выбираем путь решения. В случае с гибридным приложением нужно отметить, что серверная часть уже готова, того же самого Bittrex, той же платформы Bittrex, это Bittrex управление сайтом Bittrex, корпоративный портал Bittrex24. То бишь, и мы можем пользоваться всеми апи, которые там встроены. Составление технического задания, как же без него, все клиенты уже привыкли к тому, что составление технического задания является неотъемлемой частью проекта. на основании технического задания проект не только разрабатывается, но и принимается в дальнейшем, поэтому к нему нужно очень ответственно подходить. За него совершенно не нужно стесняться брать деньги, даже более того, их нужно брать, потому что это ответственный этап, и от него очень многое в нашем проекте зависит. Техническое задание разбивается на две части в случае с клиент-серверным приложением. Серверная часть включает в себя описание полностью структуры данных. Какие данные у нас хранятся, где они хранятся, какие между ними взаимосвязи и так далее. Мы это должны все спроектировать и знать заранее, конечно же, а не придумывать в процессе разработки. Описание программной части заключается в том, что нам необходимо продумать все функции, классы и прочее, 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 что будет использовать наше мобильное приложение для того, чтобы отдавать какие-то команды на сервер для чтения, записи, модификации данных и так далее. Ну и, конечно же, нам нужно определяться с форматами обмена данными между сервером и нашим клиентским приложением, тем, что будет установлено у пользователей на телефонах. По самому клиентскому приложению, конечно же, нужно описать функциональность, будь то просто выведение какой-то статической информации, либо же оформление заказов, платежной системы, корзины, избранная там и все остальное, что достаточно привычно для интернет-магазинов, но понятное дело, что в техническом задании все это должно быть зафиксировано, и разработчик должен понимать, что же ему делать. Структура данных для клиентского приложения тоже очень важна. Какие-то данные хранятся на сервере, с него подтягиваются, какие-то данные хранятся непосредственно в самом приложении, в каком виде хранятся, что, как, когда мы можем забрать, это тоже все очень важно. И в приложениях, вообще в любом приложении, в котором есть тот или иной интерфейс, к этому тоже нужно подходить на этапе технического задания. Когда мы понимаем, какой у нас есть функционал, мы должны продумать, как это все будет выглядеть у наших клиентов, в каком виде открываться, как подстраиваться под то или иное разрешение, это все необходимо спроектировать. И для мобильного приложения появляется еще такая штука, которая называется карты перехода. То есть, куда мы попадем, когда будем пользоваться теми или иными нативными функциями, свайп влево-вправо, открывается там то или иное меню, что у нас будет происходить, когда мы перейдем в корзину, куда мы можем попасть из корзины, ну и так далее. Желательно это тоже все продумать, нарисовать себе большую такую карту с кучей экранов и продумать, как каждый из этих экранов будет выглядеть, потому что, пользуясь нативным приложением, пользуясь приложением на телефоне, у клиентов меньше, наверное, каких-то органов управления, нежели когда они сидят за компьютером. У них нет адресной строки, у них нет возможности в браузере кнопочки туда-сюда щелкать для перехода по странице. Поэтому мы не должны сделать такое приложение, в котором запутается клиент. Для него должны быть всегда интуитивно понятны все органы управления, куда идти, зачем идти, что делать, может он на данной странице, ну и так далее. В общем, интерфейсы планируем, к этому подходим тоже очень ответственно. Все в техническом задании прописываем. После того, как мы составили техническое задание, можно переходить к планированию. Первым делом планирование начинается, наверное, с того, что мы определяемся с командой. Кто будет работать над созданием нашего приложения, кто будет работать над его серверной клиентской частью, задействуем мы одного сотрудника, двух, трех, там, либо еще больше. Это все нужно знать на этапе планирования, потому что после того, как мы составили техническое задание, перед тем, как мы подписываем договор с клиентом, мы должны определить сроки, конечно же, и зафиксировать их уже в том самом договоре, основном договоре на разработку нашего приложения. Если формирование команды будет происходить по ходу выполнения проекта, то у нас есть все шансы сорвать сроки, потому что тот или иной сотрудник будет в тот или иной момент занят, и мы, конечно, об этом должны знать заранее. Итак, после того, как команда сформирована, мы расставляем этапы. Длительность этапа советую делать не более трех недель. Почему? Потому что три недели – это достаточно естественный срок, за которым мы можем выполнить большой объем работы, при этом он укладывается в такой период, за который можно взять оплату, закрыть ее, эту оплату документами в текущем месяце, благополучно сдать этот этап, провести тестирование, ну и так далее. Если этап растягивается больше, чем на один месяц, его значительно сложнее сдавать, его значительно сложнее тестировать, ну и у нас появляется намного большая дискретность по получению оплат от клиента, ну и как следствие мы имеем меньший ресурс для того, чтобы выплачивать заработную плату нашим программистам. Желательно все-таки, чтобы эти вещи были между собой тесно взаимосвязаны. В каждом этапе должно быть большое количество задач. Нельзя сделать этап из одной задачи, мы должны все-таки, особенно если этот этап длится три недели, мы должны задачи разбить на более мелкие, для того, чтобы опять же иметь возможность их принимать, тестировать и делать это эффективно. У каждой задачи, за каждой задачей должен быть закреплен ответственный. Если у задачи ответственных несколько, если у задачи ответственного вообще нет, то есть только исполнители, то такая задача имеет все шансы на невыполнение, на срыв сроков, на существенные недочеты, даже если она будет выполнена, ну и так далее. В общем, за каждой задачей должен быть закреплен ответственный. Ну и все задачи, конечно, выстраиваются в календарный план, в диаграмму ГАНТа. Мы визуально планируем для себя, как у нас будет происходить работа над проектом. Понятное дело, что какие-то задачи выполняются параллельно, какие-то последовательно. От одного этапа зависит выполнение другого этапа. Ну, например, там тот же самый дизайн можно после разработки концептуальной модели выполнять в параллель с разработкой программной части, и никого это не будет смущать. Далее просто прикрутить дизайн к уже разработанному функционалу, фактически сэкономить существенное время на тех простоях, которые могли бы возникнуть, если бы мы делали все эти этапы последовательно. Для того, чтобы запланировать работу, для того, чтобы ввести учет задачи, учет этапов, конечно, нужно использовать специализированный софт. Желательно привлекать к работе над этапами, даже не то чтобы к работе над этапами, к отслеживанию результатов выполнения того или иного этапа самих клиентов. Отлично в этом плане подходит Bittrex24, Extranet группы. Создали Extranet группу, запланировали там всю работу, расставили задачи, ну и привлекли уже самих клиентов для того, чтобы они удаленно могли контролировать, на каких этапах какие задачи. На самом деле активно этим пользуемся и вам советуем. Но если по каким-то причинам вы пользуетесь уже другими таск-менеджерами, пожалуйста, используйте. Другое дело, что если вы ими не пользуетесь, то это очень плохо. Планировать этапы где-то в переписке, либо просто на листочке, это, конечно, прошлый век, так делать не стоит. Ну и так, после календарного плана мы начинаем работать по нему, выполняем задачи и, конечно же, задачи нужно тестировать. Вообще научить своих разработчиков после выполнения задачи самостоятельно проверять не нужно. Ну, то есть, с таким развитием событий, когда разработчик выполнил какую-то задачу, не проверяя ее, говорит, что все я сделал, я сталкиваюсь с достаточно часто, от этого нужно избавляться. Нужно учить разработчиков за собой свою же работу проверять. Ну, одним разработчикам, конечно, нельзя ограничиться после того, как та или иная задача реализована, необходимо отдать работу на уже этап на проверку тестировщикам. Тот профессионально при помощи различных автоматизированных ручных тестов уже проверит выполнение задач по этапу. И только после этого можно показывать и отчитываться перед заказчиком о том, что этап выполнен, мы готовы перейти к следующему этапу. Желательно это делать очно. Если нет возможности сдавать этап очно где-нибудь там в офисе заказчика, либо у себя в офисе, то желательно это делать по скайпу для того, чтобы, по скайпу в телефонном режиме как-нибудь еще, для того, чтобы получить сразу обратную связь от клиента и иметь возможность сразу скорректировать, внести какие-то свои комментарии к выполнению этапа. Ну и понятное дело, что в начале разработки, когда вы будете сдавать этап заказчику, то там может быть достаточно большой бардак творится в проекте, потому что еще ряд этапов не выполнен, и заказчик будет смотреть, им будет казаться, что в принципе тут чего-то как-то совсем все плохо еще. Вы сдавая этап очно сможете прокомментировать, что проект в разработке, и вот обращайте внимание именно на данный функционал, видите, как он классно работает. Как я уже говорил, мелкие этапы сдавать намного проще. Тут множество жизненных можно примеров, достаточно простых привести, но даже там из студенческой жизни, если вы живете от сессии до сессии, то в момент, когда вам есть необходимость сдавать экзамен, вы много-много всего материала пытаетесь сразу выучить и надеетесь на то, что вас что-то не спросят. История с сдачей проекта та же самая. Если вы полгода реализуете какой-то проект, а потом хотите его за один раз сдать заказчику, то, скорее всего, у вас это не получится, обязательно наткнетесь на что-то, возникнут какие-то вопросы, корректировки и так далее. Ну и, конечно, по завершению каждого этапа не забывайте подписывать документы о том, что этап принят, этап сдан и никаких претензий по работе функционалов на этапе не возникает. После того, как мы сдали каждые из этапов, переходим к самой финальной классной стадии, это полная сдача проекта. Когда у нас есть необходимость уже отчитаться о том, что мы все сделали, выпускаем в продакшн, все классно. Первым делом мы, конечно, проводим сами самостоятельное комплексное тестирование, проводим все, что у нас, все взаимосвязи сохранены, ничего не порушилось, все работает, и мы действительно проект выполнили, готовы его сдавать. После этого отдаем на проверку клиенту, проводим презентацию результата, и я тут обращаю внимание именно на то, что есть необходимость проводить именно презентацию, красивую такую фееричную презентацию клиенту, возможно, презентации в PowerPoint, какими-нибудь видео, привлечением аккаунт-менеджеров, которые умеют красиво рассказывать, показывать. Потому что финальная презентация на самом деле может сгладить какое-то негативное впечатление, какие-то острые углы, которые у вас возникали в процессе разработки. Если вдруг вы где-то затянули сроки, сдали, предположим, на месяц позже, чем рассчитывали, то феерично показали в конце, какой классный же результат все-таки получил клиент, и тот вам простит эту задержку, согласится со всем, с тем, что вы молодцы, вы отработали классно. Но и не забывайте, конечно, все это в своих портфолио в кейсах описывать. Обращу еще внимание на тот момент, что 5-10% расхождения с техническим заданием, но в принципе это нормально, и всегда могут возникнуть по завершению, при сдаче проекта, при сдаче этапа какие-то расхождения с техническим заданием. Не нужно на это реагировать, как вот у нас же в техническом задании написано, что должно работать так, соответственно оно так и работает. Понимаете, что проект живет, проект развивается, и даже в процессе работы над ним может так или иначе концепция меняться, что-то более важное выходить на первый план, ну и так далее. Это нормальный совершенно процесс, и к этому нужно быть готовым. То есть 5-10, я не говорю там о 50% расхождения, но 5-10% это совершенно нормально. Вот в таком случае, при таком алгоритме, наверное, можно быть уверенным, что ваши проекты будут в срок закрываться, вы будете довольны результатами, ваши клиенты будут довольны результатами, ну и конечно вы будете развиваться вместе со своей студией, со своим портфолио, а вас будут узнавать все больше и больше людей. Вкратце, очень так укрупненно все, в технические детали, наверное, я тут не вдавался специально, и если какие-то нюансы хотят у меня спросить, я готов, конечно, на эти вопросы ответить. Сергей? Да, я тут. Спасибо, Иван. Я тут, конечно. Так, ну я сейчас вопросов не вижу, кроме как заказать мобильное приложение. Тут Юрий спрашивает, ну я уже написал, что надо к тебе обратиться, ты же показываешь свои контакты. Вот, собственно говоря, куда можно обратиться. Безусловно, поскольку разработка мобильных приложений, особенно под нашу платформу, там не самая сложная, выбор довольно велик, но вот у Ивана очень хороший опыт по работе и по разработке, в том числе и на нашей платформе, так что имеет смысл как минимум пообщаться. Вот тут вопрос, какой адрес у YouTube, где можно посмотреть этот вебинар в записи. В YouTube поиск 1CityRabitrix.ru, в общем, там не проблема найти наш канал. Там, собственно говоря, будет... Сейчас я его даже нашел, сейчас скину ссылочку в общие ответы. Ну, давайте, коллеги, задавайте еще вопросы. У нас есть пара минут на то, чтобы поотвечать. Возможно, по самой платформе. В целом, по принципам разработки или по каким-то другим смежным темам мы с Иваном готовы прокомментировать. Насколько я смотрю, сейчас активность не очень большая. Я так понимаю, Иван, что из тех приложений, которые показывал этот пример, это разработано именно вашей компанией. Там вот тот же муж на час. Ну да, конечно. И нет смысла показывать мне, наверное, чужие приложения. Поэтому все свое. А как оно называется в App Store? Надо попробовать поставить. Мне, конечно, муж на час не нужен, но... Или оно нет в App Store? Ну да, на самом деле муж на час, он так и называется, приложение. Но дальше, чем окно авторизации, ты там никуда не уйдешь, потому что это приложение для внутреннего использования. Да, да, да. Да, да, да. То есть там мастер под собой авторизуется и дальше пошел получать задачи. Если очень интересно, то я могу тебя, как мастера, наверное, на каком-нибудь демо режиме авторизовать там. Не, мне скорее интересно, как клиенту, клиентов же они как-то ищут. Это, кстати, интересная тема для муж на час, в общем-то, это тоже регулярная услуга. И почему, например, твой клиент не выпустит приложение для пользователей? Или там нет спроса? Не то, чтобы спроса нет, спрос-то есть, иначе бизнес не появился бы такой. Ну, тут специфика, наверное, то, что все это в Испании происходит. И клиенты, они совершенно различные. По большей части обращаются непосредственно по телефону. Примерно ясно. Тут вот нам задают каверзный вопрос. А чем плоха платформа мобильных приложений Bittrex? Вопрос каверзный. Чем плоха? Ну, наверное, единственный такой самый крупный минус, чтобы с ней работать, нужен бэкэнд на Bittrex. То есть, нужен сайт на Bittrex для того, чтобы работать с платформой. Ну, еще она стоит денег. 47 900 за саму лицензию. Но в то же время дает там огромное количество других преимуществ. В том числе... Тот же самый бэкэнд на Bittrex, да? То есть, готовая API с готовой структурой базы данных. Да, да, это, видишь, как минус, так и плюс. Так, а вот к тебе вопрос, Иван. Какой проект мобильного приложения был у вас первый и какие были ошибки? Да, первый проект мобильного приложения у нас был такой тестировочный, игровой интернет-магазин компьютерных игр мы реализовывали. Ну, скорее, больше для того, чтобы потренироваться. Это ошибки. Ну, наверное, сложно говорить о каких-то определенных ошибках. У нас были недочеты, конечно, по структуре. То есть, сложно было нам сразу, если честно, спроектировать мобильное приложение таким образом, чтобы оно не увело внутри себя на какую-то страницу неоптимизированную под именно мобильное приложение. То есть, опять же, мы пользуемся тем же самым каталогом, с тем же самым контентом заполненным. И периодически в контенте попадаются ссылки на какие-нибудь страницы непосредственно с самого сайта. И они так и норовили внутри приложения эти страницы открыться. Их нужно было отлавливать. А вот расскажи еще, сейчас вопрос пока поступает, я от себя задам. А насколько вообще трудоемка разработка интерфейсов под мобильное устройство? То есть, по сути же, надо думать о том, что экран маленький, о том, что экран бывает разный, о том, что у людей разного размера пальцы, ну и так далее. То есть, куча всяких нюансов с этим связанных. Ну, это ни разу не сложнее, чем нативное приложение. И, кстати сказать, ты вот сегодня не показывал интерфейс для разработки окружения этого мобильного приложения, так сказать, визуальную часть всех нативных частей платформы Bittrex мобильное приложение. На самом-то деле есть в административной панели фактически конфигуратор, при помощи которого можно собрать себе мобильное приложение со всем дизайном интерфейсных элементов, что очень удобно, облегчает. Но фактически за пару часов можно сделать дизайн отличным полностью от стандартного, с совершенно нетиповым оформлением, загрузить туда и картинки в фон, и прописать определенные совершенно стили для пунктов меню, прописать различные типы положения меню, их реакцию на свайп. Это все делается и проектируется как такой стартовый толчок в самой административной панели Bittrex-правления сайта. Да, я не показывал эту штуку, потому что считаю, что она все-таки для разработчиков ближе, и она красива, симпатична, но показать ее какое-то реальное применение, кроме как поменять цвета шапочки и пунктов меню, ну, довольно сложно. Это уже такой вебинар для разработчиков должен быть, поэтому я сегодня не уделил этому внимания. Да, но при этом она имеет вполне прикладную функцию, и, как я уже сказал, на старте для того, чтобы спроектировать основу, костяк приложения, это совершенно необходимая штука. Да, 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 я тоже часто пользуюсь, когда всякие штуки делаю. На самом деле, это конструктор мобильных приложений, который в административной части, можно с помощью него легко баловаться изменением основных цветов приложения прямо на лету. То есть, там, прям поменял цвет, и он, хоп, у всех клиентов, короче, поменялся. У нас сегодня зима, с сегодняшнего дня приложение стало беленьким, лето – зелененьким, ну и так далее. Это делается, там, буквально в два клика, и доступно сразу всем. Ну, вот вопрос. В платформе есть мобильное приложение, для чего нужно покупать лицензию? Ну, вопрос, на самом деле, простой, ответ на него еще более простой. Лицензия нужна для того, чтобы опубликовать мобильное приложение в сторах. То есть, до момента публикации все для вас будет совершенно бесплатно. И разработка, и работа с приложениями для разработки, и полностью, как бы, все взаимодействие. Вы будете видеть полноценное свое приложение, максимально так, как его увидят в будущем ваши клиенты. Но для того, чтобы его опубликовать, вам потребуется приобрести лицензию. Вот такая история. Будут ли готовы мобильные приложения в Marketplace? Вот, кстати, Ванна, расскажи, а почему вы не сделали до сих пор мобильное приложение, готовое в Marketplace? Ну, наверное, все-таки приложение, оно в нашей картине мира разрабатывается под каждого клиента индивидуально. И какого-то универсального мы еще не придумали. Только придумаем, сразу выпустим. Наверное, так. А я отвечу и буду парировать. Их 12 штук уже целых готовых мобильных приложений в Marketplace. Там есть специальная категория, которая так и называется, мобильные приложения. Я сейчас даже для вас, для всех, туда в чате скину ссылку. И отмечу, что одно из, наверное, первых мобильных приложений, которое мы выпустили, которое появилось там, выпустили мы. Это приложение, мобильное приложение «Мой город», которое сделано для городской администрации с картографическим сервисом, с поиском по справочнику, там, разных организаций, официальной информации и так далее. Его тоже можно посмотреть. Оно есть в демо-режиме в App Store. Можно его скачать. «Битрикс и мой город» называется. Вот. А мобильные приложения в Marketplace есть. Их немного. Ну, вот видите, да, действительно, очень много индивидуальной работы в этом производится. Ну, возможно, кто-то из партнеров решится сделать новый интернет-магазин мобильный, например, с каким-нибудь своим дизайном, сильно отличным от нашего и так далее. Но это, в общем, довольно трудоемкая работа, поэтому и все-таки предпочитают разработчики делать индивидуальное решение. Ладно, спасибо большое, Иван. На этом мы заканчиваем. А то уже надо некоторым идти обедать. Час дня. Мы всех задержали. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Иван, спасибо за участие. Было очень интересно. Спасибо, что пригласил. Напомню, что запись мы разместим в течение сегодняшнего дня на нашем канале в YouTube. Там его можно будет найти. И удачи, до новых встреч. Все вопросы вы можете задать мне или Ивану по общим контактам с OutBalance или Bittrex. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.